Катаев Валентин Петрович очень популярный, особенно в советские годы, писатель, журналист, драматург, прозаик, поэт и сценарист. В 1974 году за свои многолетние литературные труды был удостоен звания Герой социалистического труда. По его произведениям было создано много театральных постановок, художественных и документальных фильмов и мультфильмов. Творчество Валентина Катаева стало своевременным и незаменимым. Оно несло то самое необходимое нравственное воспитание, заряд доброты и человечности. В преддверии его 120-летия, 27 января, в детской библиотеке Алла Кашихабль прошло увлекательное и интересное мероприятие с участием старшей группы номер 2 детского сада «Нальмаз», целью которой выявилось способствование воспитания нравственных качеств детей, таких как доброта, сочувствие и других, воспитание любви к художественной литературе и героям произведений. Также для гостей была оформлена книжная выставка по биографии и творчеству Валентина Катаева, на которой были представлены и рисунки читателей. «Здравствуйте! Мы рады приветствовать вас здесь, в стенах нашей детской библиотеки. Вы очередной раз к нам пришли. И этот раз мы будем говорить о сказке «Цветик-семицветик». Валентин Петрович Катаев. Да, ребятки? У этого дедушки день рождения скоро, 29 января. Если бы он был живой, ему было бы 120 лет. Но его нет среди нас. Но зато память о нем жива. Он написал много книг. Для вас, для самых маленьких, он написал «Цветик-семицветик», «Кувшин и дудочка», «Пень», «Голубок». У него для маленьких есть. И есть и для среднего школьного возраста. «Сын полка», «Билет, парус одинокий». Но это вы, когда уже пойдете в школу, вы будете читать эти книжки, брать у нас библиотеки. Да, детки? Да. Когда он стал писать книжки, ему было 9 лет. Не книжки, а стихи. Он и поэт, и драматург, и писатель. Вы знаете, кто такой писатель? Который пишет книжки, да, детки? Да. Вот. И в 9 лет он писал стишки маленькие. О природе, своей родной, малой родины. Далее детям показали мультик «Цветик-семицветик». Они очень внимательно с замиранием сердца смотрели за приключениями девочки Жени и волшебного цветка. Сейчас мы вместе с вами поговорим о маленькой девочке Жени, которая совершила добро. А сначала мы хотим, чтобы вы посмотрели эту сказку именно вот по телевизору. Хотите посмотреть? Да. А потом, когда посмотрим, мы закрепим это все литературной викторинкой. Будете отвечать на вопросы. На вагонах. На крыльях балкона два. Вагонах вторая. На крыше вторая два. Ладно. Я даже знаю, почему тебя собака тарает. Ничего, Женечка, не плачь. Где мой колокольчик? Иди сюда, мой быстрый. Брассовый или розовый. Брассейны или розовый. Брассейны. Здесь сказальни. Дети летите в гору через датом и восток. Леди леди лепесток. Леди. Леди. На датом и восток. И здесь леди. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После просмотра воспитатель группы Светлана Кипова провела со своими воспитанниками небольшую викторину с вопросами по сюжету мультфильма. Вот сейчас ваш любимый воспитатель Светлана Оскарьевна проведет с вами литературную викторину. Слушайте ответить на вопросы? Да. Смотрели сейчас? Светик-семицветик. Светик-семицветик. Запомнили, кто его написал? Да. Как его зовут? Катарин. Хорошо. Сколько лет исполнилось? Сто двадцать лет. Сто двадцать лет. Хорошо. Как звали главную героиню? Женю. А братика ее звали? Павлик. Павлик. Хорошо. Куда она пошла? За баранками. За баранками. В магазин за баранками. Ее отправила мама, да? Да. Сколько баранок она пьет? Семь. Семь. Два сакара. Два сахара. Два смаком. Смаком. Два крина. Два крина. Два крина. И один козы. Семь. Но Женечка очень хорошо любила считать, да? Кого она любила считать? Ворон. Ворон. Пока она считала ворон, собачка оказалась умнее, съела все баранки. Да? Она пошла в лес, бабушка ей дала как-то... Семь-семь-семь. Она пошла в лес, заблудилась, встретила там бабушку. Правильно. Бабушка что ей дала? Семь-семь-семь. Семь-семь-семь. А цветик-семь-светик какой был? Разноцветный. Разноцветный лист. Волшебный. Он мог исполнять желания. А сколько цветов лепестков? Семь. Вы запомнили цвета какие? Да. Какие? Семь-семь. Еще? Желтый. Желтый. Фиралец. Семь-семь. Молодцы. Все, все запомнили лепесточки. На что потратила она первый лепесточек? Попасть домой с баранками. Попасть домой с баранками. Второй на что мы потратили? На северный поле. На разбитую мамину любимую вазу. Третий лепесток потратили? На северный поле. Чтоб полететь на северный поле. Четвертый. Четвертый. Чтоб она оказалась дома, а медведь был в клетке. Чтоб прилететь домой, а чтоб медведь оказался в клетке. Следующий лепесточек? Чтоб она потратила, чтобы все игрушки были ее. Все игрушки, чтобы ее были. А следующий лепесточек? Чтоб все игрушки вернулись в магазин. Своим хозяевом и в магазин. Молодцы. Самый последний синий. Не синий, а розовый. Седьмой. Она потратила. На мальчика. На доброе дело. На доброе дело потратила. Помогла Айлана? Мальчик. Мальчику. Который не умел ходить. Который не умел ходить. Такая добрая девочка. Он помог ей. Она помогла ему, и он стал ходить. Но потом оказалось, что лепесточков нет. Она плакала. Она плакала, огорчилась. А бабушка сделала ей новый цветик. Вырастила ей новый цветик-семицветик. Как она вырастилась? Она же все потратила. Максим. У нее был один розовый лепесток. Она его посадила и закопала. А почему этот розовый лепесточек остался у нее? Потому что она потратила на доброе дело. Потому что она ее потратила на доброе дело. Молодцы. А бабушка взяла. Взяла, посадила и обратно вырос цветочек. Так, теперь вы мне скажите. Вот если бы у нас был вот такой волшебный цветочек. Хотя бы один лепесточек у каждого из нас. На что бы вы его потратили? На доброе. На доброе. Мансур, например, ты бы на что потратила? Чтобы все жители мира были умными, здоровыми и сильными. И сильными. И сильными, хорошо? А у меня есть два желания. А у тебя какое желание? У меня желание, чтобы у мамы быстрее прошла спина. У мамы, чтобы прошла спина желание у него. У еще у кого такое желание? Что ты хочешь пожелать? Чтобы Нана была здоровой, не болела и стала обратно молодой. Тоже хорошее желание. А ты что пожелал? Не могу. Вот Алимина, вот. Я хочу, чтобы воспитатель дамы улыбки на окна. Большое спасибо. Амир, а ты бы что пожелал? Я бы пожелал. Амир? Я бы пожелал, чтобы все жители мира. Чтобы мир был без войны. Чтобы все жили счастливо. Все были здоровыми, сильными, смелыми. А ты так что пожелаешь? Последний. А я хочу, чтобы коллеги приехали из войны. Не из войны, а с армией. Дядя служит, он хочет, чтобы он быстрее приехал. Детки, какие вы молодцы. А чтобы исполнились все ваши желания, ребятки, давайте мы волшебное заклинание скажем, а вы в своих сердечках держите желания. Чтоб исполнилось быстрее. Давайте. Желания загадали? Три-четыре заклинания. Лези, лези, лепесток, через запад на восток. А лети вокруг земли, мы с тобой умыли. Вели, чтобы мое желание было. Старшая группа номер два детского сада «Нальмаз» пришла не с пустыми руками. Детсадовцы принесли красивые рисунки, которые сами и нарисовали. На память о своем посещении они их подарили библиотеке. Цикл мероприятий, посвященных творчеству Валентина Петровича Катаева, будет проходить вплоть до майских праздников. Очередная подобная встреча в районе пройдет с учащимися первого класса школы номер два.